Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, сломавшихся в этом зале, церемонии вручения памятных знаков в честь верения даты с дня полного освобождения Генерада фашистской блокады. 27 января, исполнится 80 лет Столупарина, писатого светлого для каждого референдации Генерада. История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов, но эти и эти примеры передают несравнимые победы человеческого мужества, стоимости и патриотизма, какой была 901-я оборона сожретого Генерада в годы войны. Фашисты говорят, что Москва – это сердце России, а Ленинград – ее душа. Как человек может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов Гитлерс направил на Ленинград третью с лица земли. Но город не сдался. Город быстрый и победит. Дорогие ветераны, от имени всех учащихся ЦНР-299, поздравляем вас с 80-й годовщиной освобождения нашего любимого города от фашистской блокады. С Ленинградским Днем Победы, как мы его называем. И предоставляем слово директору ЦНР-299, почетному работнику образования Шпаковой Варине Владимировне. Спасибо большое, дорогие друзья. Дорогие друзья, здравствуйте. Долгой день. Действительно добрый. 80 лет назад, когда прозвучали звуки победного салюта, тот день, наверное, был тоже очень, с одной стороны, тяжелый, драматичный, трогичный, но, тем не менее, уже был очень добрый. Этот день, который принес победу, принес свободу, принес независимость. Действительно, в нашей истории, в истории нашей великой, огромной страны, очень много трагических страниц. Нам неоднократно приходилось отставить свою свободу и независимость. И что такое цена победы, мы, жители этой страны, очень хорошо знаем. 80 лет, с одной стороны, говорят ли истории, это не мгновение какое-то, но до 80 лет, когда каждый день, жители этого города, и не только, помнят и знают, какой ценой было завоевано это великое счастье. Какой ценой было завоевано то самое небо, которое, да, оно может быть зиром, модным, мрачным и солнечным, но оно мирное небо, свободное небо. 80 лет, действительно, 5 лет назад, встречались здесь тоже нашими замечательными жителями нашего коронавиона, чьё детство, юность, молодость пришлись на эти, действительно, страшные и тяжёлые годы. И именно эти люди хранят, прежде всего, пустамую память и понимание и знание того, что это были за дни, что это были за годы. И очень важно, что вот эти, эта церемония проходит, наверное, что? Это не свой, а какой-то замечательный, а какой-то смысл. Потому что мы с вами видим, что в этом зале, помимо людей с уберёнными местами, присутствуют наши милицисты. Да, это вот то самое молодое поколение, и оно тоже знает, и тоже помнит, что было 80 лет назад. Помните, знаете, и благодаря вам, потому что это и бабушки, и прабабушки, и прадедушки, это и семьи. Ленинградские семьи, в которых сохраняются. И очень бережно мы все относимся к тому, что теперь называют Ленинградским днем Победы. В этой этапе, и мы сейчас вспоминаемся с дочкой нашего замечательного пайта Александра Калифорнина Квардовского. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не прижили с войны. Речь не о том, но всё же, всё же, всё же. Дорогие друзья, я поздравляю всех нас с нашим замечательным праздником Ленинградским днем Победы. Здоровья, здоровья и здоровья. И спасибо большое.